здравствуйте и рад приветствовать вас на своем канале меня зовут александр грей и в этом видео я буду рисовать современный триптих с использованием потали работу я буду делать на 3 холстах размером 60 на 60 и шириной 3 сантиметра начну с того что нанесу на холст первый слой текстурной пасты и равномерно распределю его по поверхности для этого мне понадобится мягкая текстурная паста пару мастихинов и пару шпателей пасту наношу рваной техники чтобы основной задний фон был неоднородным мне нужен эффект грубой фактуры который будет явно читаться когда первый слой пасты немного подсох пройдусь сверху еще одним слоем это создаст большую глубину и рельефность чтобы паста в банке не успевала подсыхать достаю ее небольшими частями потом закрываю банку чтобы паста сохранилась у этой картины четко направленная вертикальная композиция поэтому я создаю полосы которые идут в одностороннем направлении тонирую основной фон чтобы избавиться от белого цвета далее замешиваю основные оттенки стараюсь подобрать их как можно более точно в этой картине будет несколько оттенков коричневого и немного серого всю краску наношу придерживаясь вертикальной направленности периодически растушевывая ее чтобы придать плавности смягчить края постепенно набираю тон от более светлого к более темному это наверное самый темный оттенок который присутствует в работе так как эта картина триптих стараюсь выдерживать общее цветовое движение чтобы оно хорошо смотрелось на трех холстах настала пора добавить цветовые акценты это будут оттенки фиолетового и зеленого сразу видно как картина понемногу оживляется околобистика в картине слегка выбеленная зеленый здесь не исключение а а а а а а а а Продолжение следует... Далее буду клеить серебряную поталь. Клей наношу вертикально вдоль полосок в одном направлении, придерживаясь ритма и композиции заднего слоя. Для удобства разрезаю листы потали наполовину. Смахиваю мягкой кистью неприклеенную поталь. Затем снова буду наносить ее на некоторые участки. Смахиваю мягкой кистью неприклеенную поталь. Добавляю в картину еще немного серебряной краски. Все так же, в вертикальных направлениях. Добавляю в картину еще немного серебряная краски. И в завершении покроем картину эпоксидной смолой. Смешиваю компоненты 1 к 3. И очень важно тщательно перемешать в течении 3-4 минут. Эпоксидную смолу наношу полосками, придерживаясь основной композиции картины. Работа готова. Смотрим, что получилось. Продолжение следует... Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И вы не пропустите мои новые видео. До встречи. Спасибо за просмотр.